Грозный смех нового времени революции. Российская национальная библиотека представила уникальные агитационные плакаты к столетию окон роста. Все экспонаты до сих пор находились только в фондах РНБ и никогда прежде их не показывали посетителям. Авторы специально разделили выставку на две части, чтобы сакцентировать внимание на разном подходе к оформлению листовок петроградскими и московскими художниками. В столице, где работал Владимир Маяковский, детально прорисовывали каждого персонажа. Считалось, что ироничный и порой саркастичный смысл должен выражаться в четком журнальном стиле. А в Петрограде художники во главе с Владимиром Козлинским больше изображали героев в виде абстрактных форм. Козлинский преподавал в Академию художеств графической мастерской. И свои петроградские окна Козлинский тиражировал с помощью линогравюры, то есть гравюры на линолеуме. Это был достаточно дешевый способ, он использовал еще своих студентов. Добавлю, первые окна размещались всего в четырех центральных районах Петербурга. А к 1921 году количество адресов с агитплакатами увеличилось уже до 70. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...